всем привет с вами снова илья это обзор прогноз криптовалютного рынка на 2 марта ну что же сначала как обычно беглый взгляд на весь рынок bitcoin доминация несколько снизилась однако каких-то существенных улучшений на рынке незаметно bitcoin у нас после тестирования снова какого-то локального минимума подрос до 8 800 все остальные криптовалюты в целом показывают похожую динамику но глядя на рынок на самом деле эта динамика выглядит несколько более плохой потому что на многих сформировался сетап продолжения нисходящего движения тогда как по биткоину все несколько лучше но об этом чуть позже сегодня я хотел выделить несколько каких-то монет разобрать их но в итоге на всех примерно то же самое если вы даже обратите внимание по вот этому вот графику последних 7 дней это увидите что ситуация похожая поэтому я разбирать буду сегодня только bitcoin по отношению к есть детей и эфир и так начинать будем наверное с биткоином посмотрим прежде всего на такую общую глобальную картину ну здесь я думаю что движение все таки ну нисходящее она зародилась она как бы в середине где-то своего общего движения поэтому я думаю что такое движение она среднесрочной перспективе будет продолжаться и мы увидим более низкие котировки но об этом я уже говорил вам ранее в предыдущих обзорах сейчас же нам нужно оценить какие могут быть локальные движения чего здесь следует опасаться но прежде всего на чтобы я обратил внимание прямо сейчас это на то что у нас уже несколько раз подряд выбивали близкие стоп лоссы игроков в лонг часто когда выбивают близкие стоп лоссы игроков в лонг то есть прямо недалекие здесь возникает восходящее движение чтобы вот таких вот локальных игроков не брать мы немного подрастаем и после этого соответственно продолжаем уже движением в по направлению основного тренда ну смотрите вот у нас здесь сформировалась такая своеобразная локальная зона поддержки и у нас сформировался вот такой вот первый минимум он сформировался вот здесь далее после этого у нас было несколько локальных выбиваний таких вот игроков которые решили здесь покупать сначала мы выбили с таким вот небольшим хвостиком близкие стоп лоссы потом снова второе движение наверх и снова мы немного сделали такой вот перелом что на мой взгляд говорит о том что сейчас движение будет немного восходящее я думаю что до отметок примерно 9100 9300 вот к этим котировкам мы придем как бы локально даже не к этим котировкам а это максимум до которым до которого могут дотащить цену вот начиная с этих позиций но впоследствии мы продолжим вот это вот движение вниз при этом я бы не стал на данный момент времени открывать какие-то лонг позиции это скорее наведение на мысль о том что можно где-то по более выгодным ценам прихватить шорт вторую второй аргумент в пользу какого-то локального роста он заключается в том что мы сейчас прошли ровно 50 процентов движения напоминаю что здесь мы выросли примерно на 4000 долларов если смотреть вот допустим 6 500 и 10 500 это 4000 долларов и соответственно с пиков вот 8 500 это как раз таки 2000 долларов то есть ровно 50 процентов вниз мы уже прошли существенные коррекции были только в начале и это были даже не коррекционные движения а сквизовые вот это вот все движение оно прошло без каких-то ощутимых коррекций наверх поэтому повод для размышлениями о том что возможно нам дадут более выгодные цены для входа в шорт и еще повод задуматься о том что движение наверх там до отметок примерно ну вплоть до 9400 долларов не следует рассматривать как какой-то какой-то переход баб тренд потому что сейчас в принципе такие движения они выглядят логичными и ну не говорят о том что как бы тенденция разворачивается что там это была какая-то коррекция она пройдена и далее мы пойдем наверх вот это что касается как бы расклада локального на текущий момент времени ну и более глобально мне кажется что мы уйдем ниже здесь уровень остается теми же самыми где-то наверное 8200 долларов и 7600 7500 это вот два ближайших предыдущей цели там которые у нас были 8 800 8 500 они в принципе были достигнуты и сейчас даже цена видите на между этими двумя уровнями консолидируется сейчас вот после такого резкого движения после консолидации на самом деле очень удачный момент ну для крупного капитала как-то жестко манипулировать ценой выбивая стоп лоссы в обоих направлениях поэтому следует быть сейчас предельно аккуратным вот это что касается биткойна на текущий момент времени следующий это эфир вот обратите внимание например да эфир который выглядел долгое время значительно лучше других альткоинов и бывало даже что лучше биткоина сейчас выглядит не очень хорошо у него также сформировалась здесь зона поддержки где-то наверное около двухсот тринадцати долларов но при этом что мы видим мы видим что отбои от эти от этой зоны поддержки они становятся все более и более слабыми сначала там мы ушли на двести тридцать семь долларов потом на двести тридцать три и вот сейчас отбой там до 228 что говорит о том что уровень так сказать поджимают и вполне возможно что от эфира и вообще от многих альткоинов не стоит здесь дать какой-то какой-то более существенной коррекции на самом деле они выглядят ну на мой взгляд послабее а если раз ну раз рассказывайте расценивать общую стратегию по рынку на текущий момент времени то на мой взгляд самые простые и самые эффективные торговые решения это именно какие-то продажи без покрытия по альткоином потому что биткоин но все-таки он на падении ведет себя чуть более сдержанно обычно чем другие криптовалюты тогда как альткоины они ну так скажем падают более агрессивно и коррекции наверх и какие-то сквизовые движения по ним менее заметны и вот вчера например ну вы знаете короче прямые позиции там манера и лайткоин вот если вы посмотрите на манера он после такой формации уже успел и вниз пройти там по моему до 200 долларов или до 190 ой не 200 и 200 там манера другие там по моему 65 долларов или 63 доллара даже он смог упасть и после формирования вот такой вот формации и это в принципе выглядит ну довольно слабо поэтому мне кажется что какие-то шорт позиции по многим альткоином до сих пор остаются актуальными вот в принципе это такой сегодня не небольшой обзор потому что в принципе ситуация не изменилась только и появились какие-то намеки на то что будет некоторое движение наверх которое на мой взгляд не стоит пока путать с истинным движением ну и альткоины которые очевидно сейчас послабее рынка и также просится на шорт вот у меня на этом все также в конце видео я бы хотел напомнить что у меня сегодня уже начинается мой обучающий курс там осталось одно место поэтому если у вас до сих пор есть интерес то ссылка у меня есть в описании а я с вами прощаюсь и при этом напоминаю что криптовалютный рынок является рынком высокими рисками и ни в коем случае не нужно сюда инвестировать то что вы не готовы потерять также помимо моей всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения а свое торговое решение принимать самостоятельно я сам прощаюсь всего хорошего и пока